Всем привет, с вами Gimlet. В этой серии я расскажу, как построить автоматическую разгрузочную систему, подсоединённую к лифту. Сейчас я продемонстрирую, как она работает. Вот мы кладём камень и слизь. Камень попадает в сундук с камнем, а слизь, так как она не подходит ни к одному сундуку, попадает в самый последний сундук. Это очень удобная система. Сейчас я покажу, как она выглядит снизу. Например, спустимся на нашем лифте. Из-за небольших лагов бывает то, что лифт может вас немного ударить. Вот мы спустились вниз в шахту. Данная система предусматривает использование двух вагонеток. Пока одна вагонетка разгружается сверху, со второй вагонеткой вы находитесь в шахте и спокойно ковыряете свои ресурсы. То есть, вот так вот, вагонетка, кладём туда слизь и отправляем её в путь. Спустя какое-то время к нам вернётся вторая вагонетка, которая сейчас стоит наверху, совершенно пустой. А та вагонетка со слизью будет, соответственно, разгружаться. Вот она вернулась. Мы её сейчас уберём. Если вы закончили в шахте, вы можете просто замкнуть систему, чтобы, если что, вагонетка осталась на своём месте. Сейчас я покажу, как же всё это построить. Вот я перешёл в креатив режим. Самая важная часть подсоединения к лифту, это непосредственно вот эта вот. Вам понадобится отступить минимум 4 рельса или 4 кубика от точки разгрузки, чтобы вагонетка, которая стояла на разгрузке, успела уехать. И, соответственно, успел погаснуть активный рельс, ускоритель. Желательно поставить это, на самом деле, подальше, если позволяет место. Всё делается очень просто. Ставим сюда рельсу с кнопкой Redstone и два факела. То есть, когда вагонетка встаёт сюда, загорается Redstone, нижний факел гаснет, верхний загорается, вагонетка отталкивается от камня и уезжает. Потом, когда вагонетка проехала рельсу, всё возвращается на свои места. И она останавливается вот здесь. Но это уже мелочи. Теперь сама постройка. Для постройки вам полнадцать биться. Любой твёрдый блок, воронка, компаратор, красная пыль, факел и сундук. Если вы хотите чередовать сундуки, то нужно использовать сундук и сундук-ловушку. Как всё это выглядит. Первый, самый верхний ряд, это воронки, по которым будет течь ваш лут. Следующая выглядит вот так. Мы ставим сюда компаратор усиками к воронке. Нижний компаратор мы ставим вот таким образом. Сюда ставим редстоун. Сюда втыкаем красный факел. Здесь у нас располагается сундучок. Теперь подсоединяем воронки. Первая воронка идёт в компаратор. Вторая воронка идёт в сундук. Всё. Теперь мы загружаем тем, чем мы хотим. В первые четыре, точнее в последние четыре ячейки мы загружаем по одной. В самую первую мы загружаем в 18. Далее в нижнюю мы кладём одну. Всё. Теперь всё, что более, у нас будет уходить в сундук. Сейчас для наглядности я поставлю второй в сундук. Если вы не назначите воронке то, что вы хотите, туда будет стекать вообще весь мусор. И в итоге всё засорится. Так что самую последнюю ячейку нужно оставить пустой. А самая первая будет заполнить чем-то необходимым. Вот таким образом. 18, 1. А самую последнюю воронку мы просто ставим в сундук. Туда будет складываться всё ненужное. Сейчас покажу, что всё всё работает. Ну, в общем-то, это и всё. Всем спасибо. До новых серий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok